У меня 5 километров. Там одна улица. Я тебе особо даже не могу сказать, но я не знаю. Там и так будет видно. Рынок Стадион. Мне интересно, конечно, смотреть. Сейчас глянем. Это станица уже. Это как-то не будет. Такая достаточно большая станица. В длину. Длинная. Эта дорога, она как бы уходит и с левой стороны вот это уже будет? Или как? Или с обоих сторон? Объездная с правой стороны. Если ты едешь в Краснодар, либо едешь по Окурчанской, либо же по объездной справа. А вот эта, она же через центр идет? Да. Это основная, главная дорога проходящая через Окурчанку, через центр. Но обычно здесь, как бы, никто не едет. Все по объездной. Так как нам сейчас показалось, что на объездной какая-то попробка. Ну, поэтому мы едем по Окурчанке. Как правило, здесь уже никто не ездит. С тех пор, как объездную сделали. Не помню, в ком году и сделали, но давным-давно и не было точно. Когда я был ребенком, я ездил все время через Окурчанку. Стомица Курчанская. Вот центр, вот он справа, что будет слева, вот эта администрация. Чуть-чуть подальше, вот там увидишь, да, будет. Вот, стадион, я думаю, там где-то администрация рядышком. Здесь что-то небольшой, маленький рыночек. Магнитик. Такой малюсенький. Чуть-чуть подальше. Вот, все. Амбулатория. А? Да, амбулатория, ФАП был. Полицейские какие-то крутые. Магнитик. Большие. Здесь что-то уже беднеется. Пятерочка. Только хлеб. Пятерочка. Где-то что-то там может быть. Скоро. Странье у меня одна будет здесь. Вот это наверно ТО или что-то типа ТО был когда-то. В каком-то мере. Но я так понимаю, что где-то здесь уже центр начинается. Да. Видимо, вот это справа будет. Вот это наверно какая-то администрация. Найдет более быстрый маршрут. Что там написано? КП. А вот да, администрация справа. Парки тут всякие. И стадион. Тут для детей играют. Футбол. Но здесь нет. Старый. Тут новый. Тут старый. Старый. Тут старый. Старый. Ну, наверное, это центр. Автокрас. Здесь автостанция. Здесь автобус останавливается. Кази Стемлюка идут через Краснодар. В общем, все. То есть вот такой, наверное, центр. Угу. Ну да. Я просто там на соседних улицах, если честно, особо никогда не был. Я так предполагаю, что это оно. Так как это станица, а не город, то в принципе логично, что все маленькое. В конце на выезде будет винзавод. Угу. 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 Сейчас покажу, где он. И там, в принципе, можно остановиться, закупиться винцом. Кому интересно. Там у них рядышком. Прямо свинзаводный магазинчик такой уютный. Все есть. Здесь очень хороший рыболовный магазин. В общем, заезжаем иногда. Угу. За опарышей. Угу. За опарышей. Почему-то здесь опарыши чуть покрупнее, чем в Темрике. И чуть-чуть подешевле. Ха-ха-ха. В Курчанке выращивают хороших опарышей. Жирных. Безистых. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа. Так. Чё-то он кипишет нам ехать. Ага. Поехали по этой прям. Значит, так. Длинная станица, конечно. Да, да. Длинная. Достаточно. Длинная. Большая. Вот для станицы. Я насколько помню, там население тысяч семь или восемь. Вот так вот. Я как-то смотрела, памяти держишь. Да, и параллельная улица. Тут еще много всего. Это главное. Уже выезд, да? Наверное, скоро вяжут знаки. Да, скоро. Сейчас будет слева будет венген-минзоид и магазин там. Фирменный. Буквально будет. Там что-то. Пробка какая-то. Вот здесь вот он, где-нибудь вензаводик. И здесь магазинчик. И закупаются вензом. А Кубань вино? Тут Фаннагория, Кубань вино, Абрау. Верните на лево. И всякие другие незначительно большие фирмы. Здесь какая-то пробища. Что-то переставаем. Не знаю почему, но мы сейчас считаем... Через 300 метров. Руководное движение. А это надежно уже в коржевку. Курчанка заканчивается. Тут встанем сейчас в пробище. Ого. Да. Как всегда. Руководное движение. Второй взъезд. Курчанка. Турчанка. Турчанка. Продолжение следует...